Отделы по продаже новогодних украшений, маскарадных костюмов, ёлок и пиротехники большинство тагильчан пока обходят стороной, говорят продавцы. Яркие витрины привлекают детей, новоиспеченных семей, молодых родителей. Настояние хорошее, честно вам скажу. Новогоднее, так скажем, почти. Но ёлку ещё не купили. Честно, сторонник живой ёлки. Хотя не сторонник того, чтобы их рубили в лесу. Но всё равно живую ёлку хочется дома, у неё есть запахи, всё по-настоящему, как говорится. Торговля живыми ёлками, говорят продавцы, пока не началась. Активно продавать мохнатых лесных красавиц начнут в 20-х числах декабря. Сейчас же покупателям предлагают купить искусственные ёлки. Их размеры от 50 сантиметров до 3 метров. Цены тоже на любой кошелёк. От 700 рублей до 15 тысяч. К искусственным ёлкам, говорят специалисты Управления по развитию потребительского рынка и услуг, предъявляют требования. Требования, конечно, стандартные. Если это идёт речь о ёлках искусственных, то они должны обязательно быть выполнены из материала негорючего. То есть по противопожарным требованиям должны соответствовать обязательно всем документам. Если речь идёт о натуральной ёлке, обязательно у организаторов должен быть порубочный билет. То есть тот билет, который даёт право на рубку деревьев, что это законным образом ёлки подготовлены. Требования предъявляют и к другим новогодним товарам, например, к мишуре и игрушкам. Все эти изделия должны быть сертифицированы и желательно отечественного производства. Специальные требования специалисты управления по развитию потребительского рынка и услуг предъявляют и к продаже пиротехники. Во-первых, это должны быть отдельно стоящие здания. Это не должно быть в жилом доме, магазин расположен. Во-вторых, у этого магазина должны быть достаточно складских помещений, где можно быть отдельно хранение этих изделий. Ну и в результате, конечно же, или вернее, и того ещё и должен быть отдельный отдел. То есть специалист, который разбирается, во-первых, продавец в этих изделиях, правильно может порекомендовать, как использовать и предложить все документы каждому изделию. Торговых точек по продаже пиротехники, говорят специалисты, в городе будет всего 15. Именно столько магазинов, подготовленных к продаже бенгальских огней и фейерверков. Все остальные товары – ёлочные игрушки, мишурак, гирлянды – можно будет купить в любом специализированном магазине. Они, так скажем, и начинают нагнетать её обстановку эту новогоднюю. Ну, по телевизору началась уже реклама, напоминает об этом. А так, в этой суете нашей, как говорится, рабочей забывается обо всём, если бы не магазин и не телевизор, то, наверное, забыли бы вообще об этом. Анна Кизилова, Вадим Усков, Михаил Голосов. Новости Тегил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова